Активность, пассивность. Если один очень сильно склонен трудиться, другой будет лениться, значит. Причем есть какая склонность трудиться? Бескорыстная. Ничего страшного, я буду работать, ничего страшного. Это не так страшно, что если ты будешь работать меньше. Бескорыстие в труде. Очень сложно достижимая вещь. Обычно человек работает и запоминает, насколько меньше работает близкий человек. И это означает, что ему достанется как раз тот, который будет насколько меньше и работать. Он будет как раз таким качеством обладать. И не потому, что он плохой, а потому, что так действует его эгоизм. Если эгоизм одного действует работать и тянуть к себе больше всего, то эгоизм другого действует пользоваться тем, что причинули. И это нормально. Пассивность это больше по природе кому? Женщине. Активность чрезмерная. Мужчине. Но вот если когда эгоизм переменяется, то это уже плохая карма. Когда женщина гиперактивна, она хочет больше зарабатывать, больше работать. Значит, какой мужчина достанется? Нормально. Нормально. Вот смотрите, люди начинают заниматься духовной практикой. Что с таким мужчиной становится? Он активизируется, начинает более мужчиной быть. Женщина что делает, духовной практикой занимается? Расслабляется, меньше работать начинает. Все приходит к норме, понимаете? Люди очищают сознание, все приходит к норме. Женщина становится более женственным, мужчина более мужественным. Все приходит к норме. Эгоизм остается, но он сначала входит в сферу нормального существования. Если лыжник ехал по лыжне, с горки катился, и он заехал в лес, что ему надо делать? Потихоньку назад возвращаться на лыжню, иначе там он в дерево влепится. Видите, природа человека все-таки склонна возвращаться назад. Когда создаются нормальные условия. А на нормальные условия только один вариант, это работа над собой. В других нет нормальных условий в нашей жизни. Надо учиться чистоте, святости. Надо понимать, что такое святость. Зачем нужны эти все религии? Надо изучать, что нужно искать чистоту, святость, чтобы подключиться к ней, настроиться на нее. И дальше что происходит? Дальше человек становится счастливым. Эта тема в моей кандидатской диссертации была. Позитивное мотивирование на высшие гуманитарные ценности. Высшие ценности. Когда человек на этом начинает мотивироваться высшими ценностями, его судьба меняется очень быстро и сильно. Даже в Советском Союзе такой феномен был. Когда мы верили в светлое будущее, то страна очень сильно развивалась такими темпами, которые никто никогда не видел вообще. Такое было развитие шло, что просто вот эти 50-е, 60-е годы, это просто такой взлет, на котором все заводы, большинство заводов до сих пор в это время были построены. Почему так все произошло? Потому что люди в энтузиазме были, в жутком, потому что они верили в это, они были позитивно мотивированы, они верили в это светлое будущее. Но почему все это развалилось? Потому что это неправильная вера. Вера без Бога не вера. Совесть без Бога нет совести. Потому что что такое совесть, веды объясняют? Это представительство Бога в нашем сердце. Совесть, это и есть божественная энергия, совесть. Мы с ней сравниваем свою жизнь. Мы должны по совести жить, сравнивать с совестью все, а не со своими интересами. Видите разницу? Некоторые люди думают, у меня внутренний голос мне сказал, другого мужа себе найти. Это не внутренний голос тебе сказал, твой эгоизм тебе сказал. Потому что внутренний голос что говорит? Что соответствует Священным Писаниям. Внутренний голос, совесть говорит то же, что написано в Священных Писаниях. Как проверить свою совесть? Есть представители совести во внешнем мире. Представители совести – это наставник. Он говорит горькие вещи, которые потом приносят счастье. Потому что эгоизм всегда ищет сладкого вкуса для своей жизни. Эгоизм только сладкого вкуса ищет, никакого другого. А совесть всегда посылает горький вкус сначала, потом сладкий. Эгоизм сначала сладкий вкус, потом горький наступает. Этому нужен наставник, кто-то нужен старший в жизни. Он сначала горькую вещь дает, потом это становится сладкой жизнью в результате.